Мы называем это жизнью, а это просто список дел, причем такой, что заканчивая один, приходится приступать к нему же. Правда, сначала. Честно вам скажу, что каждую неделю обещаю себе поискать для вас качественно новые инфоповоды. Но на мане же опять те же. СВО, коррупция и у соседа корова сдохла. Но обо всем по порядку. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие. С вами Юля, и мы начинаем. А счастье было так возможно. И так возможно, и вот так. Пока на горизонте не замаячила прокуратура. На этой неделе Омский областной суд поставил жирную точку в деле местного депутата Александра Горбачева, жена которого не так давно приобрела автомобиль стоимостью почти 6 миллионов рублей и квартиру на общую сумму 8,5 миллионов рублей. Но прокуратура посчитала, что жена Горбачева не заслужила таких дорогих подарков самой себе и инициировала проверку. Ведь по закону, если расходы депутата превышают трехгодичные доходы всей его семьи, то он автоматически попадает под прицел надзорного ведомства. Так случилось и с Горбачевым. Правда, сам народный избранник утверждает, что к покупкам не имеет никакого отношения. Типа все это игрушки его жены? С нее и спрашивайте. А спрашивайте, казалось, ни с чего. Потому как задекларированных миллиона девятьсот не хватило бы даже на покупку фигурируемой в деле квартиры, не говоря уже о дорогостоящем внедорожнике. Ну и учитывая все ранее обозначенные факты, суд пришел к выводу, что доходы семьи являются неподтвержденными, а значит все купленное на них должно быть обращено в доход государства. Впрочем, сама Елена Прекрасная с решением суда категорически не согласилась, утверждая, что «те цифры, которые фигурируют публично, неверные, они уменьшены в несколько раз. Как предприниматель может вести деятельность с доходом в 1,9 миллиона рублей?» Конец цитаты. И действительно, как? Имея всего лишь небольшую пекарню, и ту далеко не в Москве. Но, друзья, вам не кажется, что это показательная опорка лишь чья-то игра в популизм? И если хочется каких-то реальных расследований и реальных доходов для государства, то потрясти не мешало бы столичных чиновников и депутатов. Под словом «потрясти» я имею в виду соотношение доходов и расходов. Думаю, тут точно будет где поживиться, чего стоят только одни часы, подаренные чиновникам их супругами. Но больше об этом мы не узнаем, ведь хоть до 1 апреля чиновники и должны подать свои декларации о доходах, однако публиковать их они не обязаны. Поэтому что там, да и как, теперь останется только в наших фантазиях. А между тем, на этой неделе в России началась актуализация данных военкомата. Так называют это мероприятие официальные СМИ. Россияне уже успели заговорить о второй волне мобилизации, но успокоить всех поспешил Песков. Типа, умейте, друзья, слушать и слышать. Сегодня мы наполняем наши базы актуальными данными, вызываем граждан, проживающих в нашей области, состоящих на воинском учете, с целью уточнения их персональных данных, состава семьи, состояния здоровья, уровня образования, ну и всех тех факторов, которые произошли с гражданами после возвращения со службы вооруженных сил. Никаких мобилизационных мероприятий в Липецкой области не проводится, никого мы не призываем по мобилизации. Но что непонятного? Сказали же, что наполняют базы. Значит, так оно и есть. Некоторые государственные умы, например, до сих пор считают, что в стороне Украины никакого конфликта нет, и мы не воюем с украинским народом. Это сейчас была цитата. Вот и тут Песков заявил, что мобилизация в Кремле не обсуждается. Да-да-да-да, и мы даже понимаем почему. Потому что зачем обсуждать то, что и так уже решено? Кстати, на этой неделе стало известно, что отцы трех детей тоже могут оказаться в зоне СВО, если, конечно, не хотят оказаться на зоне. Потому как вопрос, почему одних многодетных отцов боевая участь минует, а на других надевает каску, уже давно требовал разъяснения. С этим вопросом в Министерство обороны обратилась депутат Государственной Думы Нина Астанина. И вот что выяснилось. Оказалось, что отсрочка для многодетных отцов носит более рекомендательный, нежели обязательный характер. То есть в каждом конкретном случае судьба папы, а равно и его многочисленных детей, находится в руках конкретного военкома. Чувствую, что некоторые главы семейств сейчас не на шутку напряглись. Но я вам скажу больше. На этой неделе повторно в Приморье решили мобилизовать многодетного отца Александра Кукушкина. В первый раз в зоне боевых действий он оказался в октябре прошлого года. Но попав под танковый обстрел, получил осколочное ранение и контузию. Теперь, после небольшого восстановления, Кукушкина вновь отправляют на спецоперацию. У меня три несовершеннолетних маленьких ребенка, семь, пять и четыре года. Но, как оказалось, нужно четыре ребенка. То есть это получается, что по статусу я многодетный, удостоверение многодетного у меня есть. Но для вас нужно больше, нужно четыре. Я являюсь единственным кормильцем в семье и был единственным. И после этого они упорно просят нас рожать. Впрочем, спикер Госдумы Володин на этой неделе неожиданно заявил, что начинать нужно с себя. И эту свою идею озвучил на думской сессии. Начните с себя. Коллеги, вот каждый предлагает другим. Ну вот у вас будет семеро, как у Кузнецовой. Тогда будете предлагать. А так что? В общем, до конца срока полномочий как раз время есть. Двигайтесь в этом направлении. Не-не-не, господин Володин, вы что такое несете? В смысле, какую мысль доносите до масс? Чтобы вот эти вот ваши, которые то по черепахам страдают, то Курскую битву возрождают, еще и размножались? Или вы предлагаете по второму кругу сходить Терешкова и Матвиенко? Они по молодости-то свыше одного не успели. А что теперь? А теперь уже и не надо. Так что, господа депутаты, посмеялись и забыли. Обсуждайте вон лучше Чубайса. Кстати, со слов Володина, этот персонаж оказался не таким уж и плохим хозяйственником. Развалив все вверенное ему в России, в марте прошлого года он стартанул за рубеж. А как вы думаете, зачем? А правильно, чтобы теперь развалить банковский сектор Америки. И я сейчас не шучу. А где Чубайс? Мы тоже с вами знаем. Где? Кто выпустил? Может специально? Для того, чтобы там развалил? А что вы, улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке. Банки стали валиться. Как Чубайс приехал. Но, друзья, предлагаю эту новость максимально задрепировать чем-то другим. Потому как, если среди нас окажутся шпионы, то ведь не ровен час, а о планах России могут узнать и в Америке. И тогда велкам Толя на родную землю. У нас без тебя еще не все развалено и отреформировано. Это не считая того, что вообще-то в глазах у всех россиян с момента отъезда Чубайса до сих пор замер немой вопрос. А кто Толю выпустил? Впрочем, как считают эксперты, Америку действительно ждет финансовый кризис. А чем это грозит нам? О потере всех долларовых сбережений. По крайней мере, именно так считает олигарх с фамилией Дерипаска. На этой неделе он заявил, что время для избавления от долларов наконец-то пришло. Пора избавляться от американской валюты или конвертировать ее в евро, юани и золото. Ван Гуй вы уже пересчитываете накопленное, но подождите, если не хотите, чтобы оно стало награбленным. Причем у вас и не вами. Понятно же, что Дерипаска хоть и метит в народные любимчики, однако мимо наживы точно не пройдет. Вот вы сейчас все побежите скупать золото, и под вашим спросом оно неумолимо начнет расти в цене. Дерипаска подождет его апогея, скинет все свое имеющееся, а потом цена рухнет. Помните, как это уже было в начале прошлого года? Тогда многие сыграли в игру либо пан, либо пропал. Причем пропавших оказалось больше. Хотя о чем я говорю? О каких-то долларах, сбережениях и инвестициях, когда говорить-то нужно про прорывы. Я сейчас не про канализационные. На этой неделе в Пензенской области без красной ленточки, правда, но запустили качественно новый вид транспорта для жителей населенной местности. Буквально через час после выхода видеоролика в сеть пензенские власти начали проверку относительно случившегося. Я, если честно, думала, найдут место затопа, перекинут хоть какой-то мостик, да даже уложат деревянные палеты и то вперед. Но нет, как оказалось, власти решили найти тракториста, организовавшего для людей переправу, а надо бы искать чиновника, уложившего вместо моста деньги в карман. И вот воистину говорят, в народ ходили депутаты лишь только по большой нужде, потому все в стране и через ковш. Однако, очень надеюсь, что неравнодушные люди тракториста не сдадут. Я понимаю, что, скорее всего, были нарушены правила безопасности, но ведь и разлившаяся река, знаете ли, безобидностью не попахивала. Даже если надеть резиновые сапоги, подводного течения-то никто не отменял, а на работу, в школу или в магазин надо. Так что решайте сами, что же это все-таки было, прорыв, разрыв, скачок или рывок. Кстати, если вы думаете, что подобный затоп грозит исключительно маленьким городам и глубинным поселкам, то вы глубоко заблуждаетесь. В некоторых районах Петербурга растаявший снег буквально затопил пешеходные зоны, поэтому по дорогам теперь либо вплавь, либо... Впрочем, подробнее об этом и о том, почему Беглов сбежал в Мариуполь, я уже рассказала в своем первом выпуске новостей, увидеть который вы сможете только на канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, и мы точно не потеряемся. Ну а на этом у меня все, друзья. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.